Шахматы по своей природе – это одна из самых интеллектуальных игр. Обучение шахматной науки помогает многим школьникам развиваться, улучшает успеваемость, открывает дорогу к настоящему творчеству. В этом мы смогли убедиться, побывав в шестой школе. Уже в начальной школе ученики имеют возможность приобщиться к древнейшей игре. Благодаря ей они улучшают те необходимые качества, которые можно будет в дальнейшем реализовать в жизни. Шахматы – это в первую очередь инструмент развития. Около 90 ребят будут заниматься в нынешнем году этой замечательной игрой в шестой школе, расположенной в поселке Совхозном. Там для них созданы отличные условия. Есть специальный кабинет, демонстрационная доска, не говоря уже об обычных шахматах и часах. Самыми увлеченными учениками работает молодой педагог дополнительного образования Алина Гурина, кандидат мастера спорта по шахматам. Шестая школа стала одной из лучших на Кубани, участвуя в проекте «Шахматы в школах». Его реализует Федерация шахмат Краснодарского края совместно с Российской шахматной федерацией. Президент Краевой шахматной федерации Евгений Бондаренко приехал в школу для того, чтобы поздравить юных шахматистов с успехом в проекте. И там, где уже теплится это шахматное движение, наша задача поддержать, развить его и придать новый импульс. В этом-то и заключается суть всего проекта. И, конечно, попав в эту школу, в шестую школу, в сельская школа, очень приятно удивлен, что много детишек играют с интересом. И я думаю, что здесь будет все очень прекрасно. Он рассказал ребятам, как сам в детстве увлекся шахматами, которые затем во многом стали для него не только игрой номер один, но чем-то гораздо более важным. Шахматы воспитывают и даже формируют личность, уверен Евгений Бондаренко. Шахматы включают в себя не только спортивную составляющую. Мы знаем, что это и искусство, и это наука, потому что здесь тоже надо много чего изучать, чтобы добиться. И именно этот проект действительно направлен на то, чтобы детей вовлечь массовость. И самое главное, именно при школах, то есть именно в школах это должно быть, чтобы не только поднять успеваемость, как мы говорим, потому что для школ это одна из важных вещей. Но мы ещё помним, что школы – это воспитательный процесс. Шахматы, они воспитывают личность, они, ну как, скажем, сделал ход, вернуть нельзя. То есть надо отвечать за свои поступки, за свои действия. Шахматному кружку школы были вручены призы. Демонстрационная доска, 10 шахматных наборов, 5 электронных часов и очень нужная методическая литература. Ребятам было приятно, что их усилия оценили по достоинству. Для них шахматы много значат. Просто интересно поиграть в них на переменах, после занятий с друзьями или просто с учителем. Очень интересно здесь собираться, вот так играть спокойно. Очень хорошая обстановка, много учебников, много досок. Были на вручении призов и представители детской юношеской спортшколы «Белая ладья», где очень ждут лучших юных шахматистов из 6-й школы. Там ребята смогут овладеть всеми секретами этой нестареющей игры. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует...